Мы говорили с вами, что существует Божья ответственность. Бог является владельцем всего. Нравится это кому-то, не нравится. Но Он хозяин всех заводов, овец, пароходов, земли, планет и всего видимого и невидимого. И Он держит под контролем. Как это происходит, это превыше нашего разума. И мы не можем его заставить что-либо делать в наших интересах. Мы тем более смешно его купить. Вообще каким-либо действием. Мы можем привлечь внимание своей жертвой, своим отношением. Как в хорошем смысле, так и в плохом. И все это будет говорить о чем? О состоянии нашего сердца. То есть жертва способна выразить сердце человека. И Бог использует различные трудности для того, чтобы осуществлять свои намерения. Осуществить свою волю как на земле, так и на небе. А также, чтобы сформировать нас как верующих людей. Сформировать в нас образ Христа. Характер Христа. Так же, Бог восполняет наши нужды. Матфея 6 глава 33 стих говорит. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. А в контексте там идет о восполнении всего того, что необходимо для жизни. Давайте мы с вами откроем это место. Это Матфея 6.33. Мы можем посмотреть немножко раньше, потому что очень важное дело. Итак, о заботах. Давайте с 25-го посмотрим. Посему вам говорю, посему говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. И так не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Доводно для каждого дня своей заботы. Очень такое революционное место, согласитесь, да? Которое предлагает нам с вами что сделать? Расслабиться, да? Расслабиться и не тревожиться. И что еще предлагает нам это место? Довериться. Искать Царство. И вот здесь начинаются проблемы. Потому что во всем этом месте Писания мы часто можем видеть только лишь ответственность Бога. Дескать, Бог, ты сказал, не забойся. Все, я не забочусь. Но на самом деле, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что здесь существуют определенные условия с нашей стороны. А именно поиск того, что важно для Господа. Поиск Его Царства. И в данном случае Царство Божье, Царство Небесное, это не просто Царство, там, тучки, знаете, какие-то, на которых мы будем обитать, как некоторые верующие почему-то так считают, что после смерти мы будем жить на тучках, и так пройдет наша вечность. Часто рисуют такой неправильный образ. Наша вечность с вами пройдет здесь на Земле после всего. Мы, может быть, как-нибудь отдельно с вами еще поговорим. Когда произойдет... Ты не знал, да? Чтобы вы понимали, небеса... Небеса... Нет! Небеса — это всего лишь временное пристанище. Рай — это не конечная цель. Это вообще заблуждение, друзья. Чей-то мир только что рухнул. Я читала, что вы говорите, заблуждение... Давайте посмотрим в Писании. Это другая... Это... Это вообще другая тема. Друзья, а? Это другая тема. Я бы хотел потом как-нибудь об этом поучить, но не сейчас. Рай — это не конечное место, куда... И ад — это не конечное место. Это временное пристанище. Рай — это временное пристанище для утомленных душ, верующих людей, утомленных этой жизнью имеется в виду, которые после воскресения... Где будут? Воскреснут. Воскреснут в телах. А где будут? На земле? Написано, что будет новая земля, новое небо. А? Новая. Новая. Земля. Земля, земля. Новая же земля. О! Это земля. А вы говорили. Рашида, вы аж прямо аж воспряли. Я знаю, что вы думали. Новая земля. Ну, новая земля. Конечно. Откройте откровение 21 главу. Духовная земля. Духовная такая. А мы будем тоже духовные. Но Иисус, когда воскрес, у него было духовное тело или не духовное? Физическое. Вложите, потрогайте. Ирод, когда говорил об Иоанне Крестителе, помните, говорит, это он воскрес. Он что, представлял, что эта тучка ходит где-то какая-то такое? Доброе привидение Иоанн какое-то? Нет, он представлял физического воскресшего человека. Так, сейчас мы не будем об этом говорить, но мне понравилось, что вам понравилось. Я знаю. Я в таком шоке, потому что еговисты правы. Я не знаю, в чем правы еговисты. Но, может быть, в этом они правы. А в том, что книга... Они даже, я вам скажу правы, что имя Господа и егова, и что тут такого? Просто они не говорят о том, что сын пришел и стал сын. Они же не говорят еще о других вещах. О суде вечном и о прочих неприятных вещах. Акцент на земле вы делали. И в чем проблема? Я не вижу проблемы, потому что Господь будет тем, кто... Я теперь вижу проблему. Была такая наклейка на бампер, на машине. Читайте Библию, путь к жизни. Окей, мы говорим о финансах. Я с удовольствием об этом готов поучить, но просто в другое время и более подробно. Я думаю, что это будет, если Господь даст. Это земля будет. Именно, именно. Итак, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все вам... Хадриям... Рашида, Рашида, это вам приложится все. Не переживайте. Все, урон приносил. Просто... Нет, я так поняла, что именно на этой земле будем жить, но ведь будет новая земля, новая земля. Ну и что тут такого? Именно эта. Планета. Это же... Хорошо. Вот у вас во дворе растет трава. Каждый год она у вас новая. Но земля-то та же. Ну как бы вы же там в том же дворе находитесь. Правильно, но эта-то земля еще не сгорела, она там уже трава сейчас растет. А здесь же написано, что эта земля-то сгорит и сгорит. Окей, хорошо. Но ведь ее уже не будет. Вообще не будет. Физически не будет. Планеты не будет. Вместо нее будет другая земля. Ага. Планета. То есть, понимаете? Да. Вместо, по которому будем ходить. Все, пользуясь своим правом микрофона, мы читаем Матфея, 6 главу, 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, мы видим, что здесь находятся условия. Если. Да? Если мы будем с вами искать, если мы будем прилагать определенные усилия, не тревожьтесь, успокойтесь. Если мы будем помнить вот те базовые вещи, о которых мы с вами говорили, о том, что Бог контролирует все, Бог хозяин. Так, слушайте, это очень важно. Это очень просто звучит, но это очень круто, если это осознать и положить это в основу своего верования и своей вообще жизни. Многие вещи, они вообще просто тогда по-другому выглядят. Совершенно не так, как этому учит нас мир. Потому что как раз мир и говорит, ты хозяин жизни, ты идешь по жизни, ты принимаешь решения, ты должен добиться, ты такой-сякой продай в твоих руках, прокачай себя. Это же первое дело. Послушайте, но на самом деле вообще по-другому все выглядит. С точки зрения Бога вообще все по-другому выглядит. И мы понимаем, что тот же Господь, который кормил Израиль 40 лет манной в пустыне, а это просто вдумайтесь, 2 миллиона человек блуждает по голой, никому не нужной пустыне и кушает 40 лет. Вы представляете, какое это состояние? Каждое утро ты просыпаешь и есть манна. А сколько воды надо, чтобы всю эту толпу мяса, и вообще витаминов, одежда не снашивается, исцеление приходит. Это невероятное чудо обеспечения. Вот на примере Израиля он показывает о том, что если мы будем направлены вот в тот правильный путь от рабства к свободе, если мы не будем отходить в сторону от Божьего стана, но держать перед собой вот этот огненный столб и облачный столб, мы пройдем туда, куда нужно. Бог будет заботиться, даже если это абсолютно нелогично, противоречит всем законам физики, всем рыночным каким-то взглядам, всей торговле. Вы представляете, сколько людей могли бы заработать на такой толпе. Да все окружающие племена могли бы такой бизнес сделать, чтобы вот этот вот израилетян кормить. Они, ну вообще, жизнь Израиля была бы совершенно другой, если бы Бог о них не заботился. Они бы умерли в рабстве. Я думаю, что никогда бы мы не знали о том, что существует такая нация, как евреи. Просто не знали бы. Потому что, ну сколько было различных народов, которых порабощали какие-то другие более крепкие народы. Они смешивались, они терялись, они завоевывали друг друга. Где филистимляне сейчас? Где? Нету. Ни одного филистимляния нету просто. Потому что Бог когда-то сказал, а я их уничтожу. И все. Он, а когда-то это была большая проблема для Израиля, филистимляне. Они донимали их снова и снова, когда мы читаем постоянно. Но Бог творит, что хочет. Ему не нужно оправдываться. Просто мы со своей человеческой точки зрения не готовы принять это как реальность. И мы говорим, ну как же мог Бог такое допустить? Послушайте, вы знаете, что если бы Бог не допустил Холокост, а Он его допустил, не было бы Израиля. И мы говорим, вау. Но тем не менее, не было бы Израиля. После Холокоста отношение к еврейскому народу кардинально было изменено во всем мире. Что-то произошло невероятно. Это чудо, которое они могли сделать в течение двух тысяч лет. Это стоило. И мы не знаем до конца, до сих пор, всех моментов. Мы говорим, бедные люди. Да, действительно, они прожили ужасные моменты, периоды своей жизни. Многие говорят об этом. Это ужасно. Но тем не менее, Бог использовал этого блага. И сейчас сколько людей молятся за евреев. Все меняется в мире. Появились мессианские общины. Раньше не было мессианских общин. Ну, в таком количестве, как сейчас. И мессианское движение растет. И это очень хорошо. Церкви многие начали благословлять евреев, глядя, размышляя об этих вещах. Мы не можем со своей человеческой, ограниченной точки зрения, увидеть все детали этого пазла. Он может. Но он говорит о том, что, послушай, я могу восполнить твои основные нужды. И вы помните, что у Израиля всегда была проблема между нуждами и похотями. За похоти они получали постоянно. Хотим перепелов. Хорошо. Полезет с ушей. Вы читали вообще, сколько этих перепелов появилось там в них? Там по пояс. Там горы собирали. Горы. То есть, ну что такое в пустыне в плюс 56 горы мяса. Где это хранить? Как это? Ну, хорошо. Сколько ты съешь перепелов? Они мелкие, да? Не маленькие. Ну, 10 ты съел. Ну, 20 ты съел. Они же портятся. Ну, второй день. И все. Вот и началась у них эпидемия. Очень легко. Не надо быть, ну, как бы... Даже сейчас нам в наш город, вот предположим, да? У каждого есть холодильник. Засыпьте город перепелами по пояс. А в нас в городе миллион человек живет. А их было 2 миллиона. Ну, хорошо. Засыпали. Ну, заморозили мы, да? И сколько мы их заморозим? Много съешь. Не съешь ты много и не заморозишь ты много. Максимум холодильник, ну, 100 литров у тебя морозилка, да? Это такое... Еще у некоторых есть морозилки, например. Ишь, тушен ты сделал. Ты сделаешь тушен и корчен. Ты замучаешься это тушить. Ты замучаешься это тушить. То есть даже в наши современные условия сохранить такое количество еды, это будет просто невероятно невозможно. Но тогда это вообще была фантастика. А даже в пустыне войти такое количество дров, что каждый день готовить пищу? Ну, пустыни бывают разные. Но я думаю, что обратно. Они сжигали, насколько я помню, да? Там что-то было такое. Я детали не помню. Не суть важно, куда они дели. Увидите одну вещь. Были нужды. И нужды они восполнялись Богом. Бог заботился о том, чтобы они имели пропитание, они имели воду, они имели одежду. Фактически то, о чем мы здесь сейчас с вами читаем в Матфея 6 главе. Все основные вещи. Они, ну, было достаточно для жизни и благочестия. И вот мы больше поговорим с вами о понятиях нужда и желания. Это тоже одно из самых ключевых вопросов, которые для себя нужно понимать в жизни верующего человека. И не только. Итак, Бог восполняет наши нужды. И филиппийцам 4 глава 19 стих говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И то, надо понимать, как построено это предложение Бог. Это пожелание, чтобы Бог восполнил всякую вашу нужду по своему богатству во Христе Иисусе. Да, но только они говорят о том, что здесь Бог обещает. Но здесь ничего Бог не обещает. Это один человек. Я вам говорю, пускай у вас будет хорошее воскресенье. Но это же я говорю. Будет ли оно или не будет. Да будет у вас всегда, например, еда на столе. Но это не обещание. Это я вам просто желаю. Есть разница немножко в формулировке. Здесь же, когда мы говорим о Нагорной проповеди, Матфея 6 глава Ишоа говорит, «Ищите». То есть это немножко другого построения. Вообще это принципиально другого построения фраза. Бог восполнит. Ищите Царство Небесного, а это вам приложится. Это уже обещание, это уже обетование определенное. И мы видим, что это является в характере Бога. Ищите Божьего, и Бог будет заботиться о вашем. Бог будет восполнять ваши вопросы по Его воле, по Его желанию. Возможно, это не будет происходить так, как вы себе это представили. Но неважно. Вы можете быть в мире, находиться во внутреннем мире, потому что Его желание у вас во благо, в добро. Он заинтересован в том, чтобы у вас было добро. Итак, Бог может быть и предсказуем, и непредсказуем. Он предсказуем в своей верности относительно нашего обеспечения. То есть Он предсказуем в том, что Он верен. Наши нужды Он будет восполнять. Но мы не можем просчитать, как Он это будет делать. Он может использовать совершенно разные способы. Он может увеличить ваш доход. Он может послать вам скидки. Он может послать вам гуманитарную помощь. Он может вам помочь сэкономить на покупке. Вы можете послать какого-то человека. Вы можете найти деньги. Вы можете... Что угодно может быть. Что угодно может быть. Методы у него различные. Намерения у него стандартные. Он хочет о вас заботиться. Василий, вернись в семью. Поэтому мы можем положиться на него, несмотря на то, как это будет происходить, на способ. Мы можем положиться на него. Итак, мы говорили о Божьей ответственности в нашей жизни. Повторяюсь, Бог является хозяином всего. Что еще? Бог под контролем ситуации. Бог использует различные сложные ситуации для формирования в нас характера и для того, чтобы исполнить свои намерения у нас. Мы знаем, что эти намерения во благо. Также Бог восполняет наши нужды, когда мы ищем Его Царство. Когда мы направляем свои силы к тому, чтобы искать Его волю, Его лицо. Понятно, да? Это Его ответственность. В чем же наша ответственность? Такой неприятный момент. Это как в договорах. Ответственности сторон. Ответственность Бога понятна. Что с Него взять? Он хозяин всего. Но теперь наша ответственность. Мы должны быть верными распорядителями Божьего имущества. Верный распорядитель. Кто такой распорядитель? Это человек, который управляет имуществом кого-то другого. Заводится. То есть Бог обладает всем, что мы имеем, и Он дает нам ответственность управлять нашим имуществом согласно библейским финансовым принципам. То есть вот у Вас есть какое-то имущество. Квартира, машина, кошелек с деньгами в середине, какие-то запасы где-то там в банке трехлитровой, как сейчас принято у нас. Это у Вас, оно у Вас хранится, но оно не Ваше. Верите Вы в это или не верите, заработали Вы это, нашли Вы это. Бог дал Вам. Дал Вам силы заработать, дал Вам ума заработать, способности, смекалки. И послал Вам случай, Он сделал так, чтобы вот эта маленькая часть по сравнению с Его великим богатством, которое не делает Его богатым, потому что оно Его создано им, богатым с точки зрения нашей, что вот, дескать, Он с жиру бесится, оно хранится у нас. И Он желает, чтобы мы использовали то, что хранится для Его целей, так как Он ожидает этого от нас. 1 Коринфянам 4.2 написано, от домостроителей, и слово домостроитель, оно имеет значение также распорядитель, требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4.2. От тех, кто распоряжается домом, требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть, если мы распоряжаемся Божьим имуществом, в Его доме особенно, то нужно иметь качество верности. Мы не можем позволять себе что угодно и как угодно, потому что это как раз называется неверность. Представьте, что вы наняли распорядителя, да, поручили ему свои деньги, а он что хочет, то и делает. Вы его позовете в следующий раз или дадите ему какую-то существенную сумму? Конечно, нет, потому что вы понимаете, что человек себя погубит и других погубит, и вообще это моё имущество, ну как бы я против, чтобы оно использовалось на какие-то ужасные цели. Что тогда Бог похвалил этого неверного? Он не похвалил, он не похвалил. Там, если ты посмотришь о неверном управителе, который, да, там была, это притча, во-первых. И в притче, ну, есть основной смысл. Основной смысл не в том, что будьте как он, такими хитренькими, а в том, что даже неверующие люди могут использовать определённые вещи для того, чтобы принести, как бы, прибыль самому себе. И многие верующие, они не способны позаботиться о каких-то вопросах, ну, как бы, не умные, не мудро поступают, недальновидно поступают в каких-то вопросах. Не обязательно, чтобы с кого-то что-то иметь, ну, как бы, в корыстных моментах. Но мы будем говорить об этом. Смотрите, бывает такое, вот предположим, есть человек, нет порядка в деньгах у него. Вот такое, что заработал, то куда-то тратится, где-то оно, вроде зарабатывает неплохо, но непонятно куда, да, где оно, ни имущество, ни кола, ни двора, ничего. Предположим, такой человек выиграл в лотерею, ну, скажем, это будет, там, 50 миллионов долларов. Вы думаете, намного хватит? Нет. Он может погибнуть или попасть в тюрьму? Может погибнуть очень быстро, попасть в тюрьму, или его убьют, или что-то произойдёт в его жизни. Ну, допустим, если это какой-то там, предположим, в европейской стране, его, предположим, не убьют, потому что там финансы защищают, да, но вы знаете, что статистика вот таких вот выигрышей очень печальна. Если вы почитаете вот таких людях, вы узнаете о том, что, да, что буквально за год они становятся бедняками и нищими. Возвращаются в банк. Абсолютно. Почему? Потому что мозгами они не выросли в эти деньги. Они не умеют ими распоряжаться. Они не мудрые. Такое бывает, что верующий человек, он, например, вот что-то работал-работал и заработал. Вот знаете, вот именно много. Ну, для него пускай это много. Там, например, 10 тысяч долларов, вот он поехал куда-то и за месяц заработал. Много? Конечно, много. Что можно сделать? Да много можно сделать, если с умом подойти. Можно купить полквартиры. Можно купить там два метра участка какого-нибудь. Можно купить квартиру в другом городе маленьком каком-нибудь, но это будет квартира. Ее можно сдавать, с нее можно уже какие-то финансы иметь. Можно разные вещи купить. Согласитесь, правда? Можно в банк отдать. Можно купить кусочек золота и спрятать его. И оно станет дороже через время. Ну, то есть вариантов, куда потратить, очень много. Что покупает обычно человек неискушенный? Он покупает себе телефон, самый дорогой. Он покупает какую-то одежду, он покупает какие-то внешние атрибуты своей, как бы, состоятельности. Но он не считает деньги правильно. Машина, чтобы вы понимали, если машина не приносит вам дохода, например, вы не водитель или вы не ездите на работу на ней или просто, это всегда стабильный минус, всегда стабильный минус. Вы ее купили, она стала дешевле сразу же, мгновенно. Вы выехали, она стала дешевле. Хотя вы там никуда не проехали, но все, вы уже ее так не продадите никогда. Каждый раз вам ее надо заправить, это минус. Все будет минус. Вы получаете комфорт, безусловно. Но это стабильный минус. Разве что вы зарабатываете машиной. Например, вы таксист или вы перевозки делаете какие-то, или вам надо на работу каждый день ездить 50 километров без машины никуда, вот как Америка. В Америке машина это не роскошь, это необходимость. Средства передвижения, как у нас маршрутки, то есть это то, что ты должен иметь. Без этого ты не можешь учиться, ты не можешь работать. Надо три машины иметь, потому что жена уезжает в одно время, ты в другое, а одна на запас. Потому что машина... У нас тоже так есть, но у нас все же большинство людей мыслят так, что машина это статус. Машина это статус, телефон это статус, фирма это статус. Вот что написано у тебя на рубашке, это именно статус. Поэтому мы стремимся к статусу, но не всегда мы стремимся к сути. Знаете почему? Потому что мы не понимаем финансовых принципов, которые стоят за этими вещами. Наши люди спокойно ходят с айфонами, при этом они голодные и не следят за своим здоровьем. Почему? Потому что система приоритетов говорит, что именно это делает тебя успешным. Но если мы говорим о библейских моделях финансов, мы понимаем, что Бог хозяин. И тогда лучше спросить у него, чего он ожидает от меня. Еще раз, нужно помнить, что это не значит, что вы должны ходить в рубище, в каком-нибудь похожем быть на монаха, в таком, знаете, одеваться только в секонд-хенде, потому что, видите ли, это все его, а я даже на это не имею права. Ну, по большому счету, ни на что мы не имеем права. Ну, просто ни на что. Но при этом он Бог добрый. Наши дети, которые растут в наших семьях, они не заработали. Им посчастливилось родиться у нас. Все. Все их достоинства. Он родился. Еще и подарки на день рождения за это ему надо. Как будто он что-то там сделал, знаете. Ну, вот родился такой вот принц. И все носятся с ним, а вы знаете, а вы, ой, 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 я вас умоляю. Итак, что важно для нас? Для нас важно быть верными в Божьих принципах. А как мы можем быть верными, если мы их не знаем? Немножко сложно, согласитесь, правда? Иногда мы можем угадать, но в основном нет, потому что мы их не знаем. Нам нужно понимать, что Богу нравится, а что Богу не нравится. Мы должны понимать сердце Отца. И тогда мы по-другому будем относиться к Его имуществу. Итак. Помните вот эту историю. Хороший, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Речь идет вообще, ну там отдельный контекст этой истории. Мы как-то с вами разговаривали, помните, об Архелаии, о всей вот этой, это хоть и параллельное место, есть такое же в Луки, 19 главе. Но суть не в этом. Суть в том, что там был распорядитель чужого имущества. Мы не обсуждаем, кому принадлежало, что он делал. Но суть в том, что, смотрите, господин, он всегда расположен к распорядителю, который распоряжается правильно. Вы помните, как он распоряжался, да? Он говорил, что вот у тебя было в управлении, там, например, три таланта, и ты умножил их в три таланта или два таланта. Было пять, еще пять. То есть это хороший человек, то есть хороший распорядитель, тот, кто умножает благо для своего господина. И он говорит о том, что вот я тебе дал один, а ты даже один не мог. Могу ли я тебе дать снова его? Нет. Приходит определенное наказание в жизнь человека за нерядивое отношение к ресурсам своего господина. То есть мы, еще раз, мы не рассуждаем о притче, как о притче, но мы говорим о принципах, которые сокрыты в понятиях распорядитель и господин. То есть он хозяин, я распоряжаюсь тем, что есть от него. И там написано, да? Лукавый раб и ленивый. Итак, возьмите у него талант, он дальше говорит. Заберите у него лукавый и ленивый. То есть это одни из признаков какого распорядителя? Нечестного, неверного распорядителя. Лукавство и лень. То есть если ты хочешь, трудись, работай. Ты не можешь не работать, это также твоя ответственность. Итак, что от нас требуется? От нас требуется верность. И верность от нас требуется, даже если мы имеем что-то незначительное. Луки, 16 глава, 10 стих, там также написано. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом и неверен и во многом. Это принцип. Верный человек в малом, он может быть верен во многом. Если ты, допустим, готов отчитаться за копеечки, которые у тебя есть. Ну вот такой вот, допустим, там знаете, ты посылаешь своего ребенка в магазин, даешь ему 10 гривен, говоришь, купи хлеба. Он приходит, приносит чек и все до копеечки. О чем это говорит? Это говорит о его определенном характере. И в следующий раз ты его не просил вообще об этом чеке, но он приносит чек. И снова приносит, и снова приносит. И ты понимаешь, что такому ребенку можно доверить больше, чем 10 гривен. Почему? Потому что его не несет направо и налево. Он не пытается с тобой играть в какие-то игры и оставить эту мелочь себе или как-то мутить перед тобой какие-то такие, чтобы все было хорошо. Он честен с тобой. И ты понимаешь, что хочется доверять такому человеку. Он имеет доброе имя. И верный человек в таких мелочах, он способен быть верен и в более крупных вещах, потому что это говорит о его внутреннем характере. А если мелочи нечистые, так что изменится, если дать ему, например, 1000 гривен? Абсолютно ничего. Это даст ему еще больший повод больше воровать или как-то делать что-то для своих вещей. Итак, я верю, что Бог взращивает нас как детей. Я верю, что он будет нам доверять больше в распоряжении по мере того, как мы будем оказывать большую верность в том, что есть на сегодняшний момент. И мы не должны тратить те финансы, которые он нам посылает, неугодным для него образом, потому что как раз это и является свидетельством того, что мы не верны в этих мелочах. Еще раз, то, что я говорил, я не даю десятину сейчас или не даю бедному, или не помогаю своему брату или сестре, потому что, дескать, у меня мало. Не вопрос в том, что сколько, ну мало или много. Вопрос в том, что твое сердце, оно не расположено видеть это, участвовать в жизни человека. Иногда мы думаем, что мы можем помогать финансово, но вы знаете, что далеко не всегда люди нуждаются в деньгах. Многие люди нуждаются в ободрении, многие люди нуждаются в том, чтобы их внутренняя самооценка была укреплена, и это зависит от вас. Вы можете давать кому-то денег, но это не изменит его жизнь, это может, наоборот, развратить его. Но при этом вы можете не давать ничего, но ободрять человека, например, идти учиться, ободрять, прилагать усилия, ободрять, не опускать руки и так далее, и так далее. И это порой бывает значительно важнее. Но для того, чтобы это сделать, знаете, что нужно? Нужно сесть и поговорить с этим человеком. А очень часто у нас не хватает на это желания, силы и времени. Нам проще дать 10 гривен. На самом деле есть множество способов того, как мы можем помогать другим людям без финансов. И это вопрос нашего сердца, нашей открытости и всего того, что с нами есть, то, что есть внутри. Итак, есть наша ответственность быть верными, и быть верными даже в каких-то маленьких и незначительных вещах. С точки зрения Бога, вы же понимаете, что, допустим, для нас 1000 долларов может быть существенной суммой. Но с точки зрения Бога, который обладает всем видимым и невидимым, это просто смех. Ну просто, это даже не деньги. Потому что, ну как бы, о каких суммах может идти речь, если мы говорим о нем как о господине? Ну просто, не соизмеримо. И от верности в нашем управлении чужим имуществом будет зависеть то, что будет дано лично нам. То, что мы говорили, что если в чужом не были верны, кто даст вам ваши. Луки 16, 12. И вы знаете, что существуют определенные крайности в учении относительно наших с вами финансов. Одна крайность говорит о том, что верующий человек, он не может быть богатым. Это крайность. И в определенное время, в определенных кругах эта идея, она развивалась. Мы уже немножко с вами говорили. Например, те же монахи в некоторых, ну скажем так, обрядах, они давали определенную клятву бедности. Если вы почитаете о францисканцах или тех же доминиканцах, они брали на себя определенное обязательство бедности. То есть, все, чем ты можешь обладать, твой саван, твои сандали и все. Больше у тебя ничего нет. То есть, ты осознанно обещаешь быть бедным. И там есть описание того, где ты должен спать, как должна выглядеть твоя жизнь, что ты можешь кушать и так далее. И многие люди исторически смотрели на таких подвижников духовной жизни и говорили, вот так должен выглядеть настоящий верующий человек. Он не может быть богатым, он не может что-то кушать такое хорошее, он не может обладать какими-то хорошими вещами, потому что это неправильно, это не чисто. Это, ну, как бы говорит о том, что он привязан к этим излишествам и прочее, и прочее. Вы знаете, на самом деле это мышление, оно очень-таки развито в определенных кругах христианского общества. И не христианского тоже, когда представление такое, что, например, пастырь, он не может иметь хорошую машину. Просто не может. Ну, как бы, если у него хорошая машина или дом, например, если он не голодает, а его дети не побираются, то значит, он обкрадывает свою паству. Бред, Иисус жильнил бы. Ну, это как посмотреть, с той точки зрения, которое было, он был среднего класса и очень неплохо был, в общем-то. Он не был бизнесменом, он не был пастырем, надо еще тоже, в том понимании, которым вкладываем мы. У него же не было постоянной общины, в которую он приходил бы и каждую субботу читал. Он был путешествующим проповедником. Хорошая одежда у него была, да, понятно. И квартиры у него своей не было, да, но она не была ему целью. Вот просто подумайте, если бы он нуждался в чем-то, кого бы он спросил? Помните, как в этот случай с налогами, когда даст ли ваш учитель налог на храм? Он говорит, без проблем, вон, иди рыбу слови. Ты найдешь там за тебя и за меня. И там же были женщины, которые помогали в бегании. И были люди, которые жертвовали и так далее. Вы не знаете, сколько на самом деле у него было денег, но ему было достаточно. Они не побирались, не голодали. Я думаю, что в какие-то моменты было больше, было меньше. Они давали милостыню. Вы помните, когда Иуда вышел, они все подумали, что он пошел раздавать милостыню. И никто там не рыпнулся, потому что это считалось нормально для того общества, помогать и видеть бедных, и помогать им их в нуждах. Ну, по фамилии у него было хрустно. Да, да, да. Итак, смотрите, второзаконие, 30 глава, 15-16 стих. Второзаконие 30, 15-16. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его». И там дальше перечисление идет. «Благословит тебя Господь Бог твой». Мы видим, что во время Синайского договора Бог вознаграждал изобилием свой народ, когда народ был послушен Ему. На самом деле результатом непослушания была бедность. То есть, иными словами, Бог благословляет послушных детей своих. Он высвобождает свое благословение для тех, кто следует Его путями и Его заповедями. И для нас не обязательно быть бедными. Это не приказание Божье, это не Божий образ для верующего человека, побирающийся и голодные нищие глаза. Абсолютно нет. И не спешите всегда судить о человеке по тем вещам, которыми он пользуется, потому что вы не знаете, где он взял их. Вы не знаете, каким образом они пришли в его жизнь. Вы можете посмотреть, допустим, на мой телефон и сказать, ай-яй-яй, какой дорогой телефон. Мне его подарили. Но вы не знаете это. Но вы думаете, что я вот так живу, что это мой образ жизни. Я мог купить его на скидке за такую цену, что вы удивились бы. Просто бывает такое. Когда покупаешь зимнюю курточку летом, она стоит обычно на 50% дешевле. А если в сезон, так она на 130% дороже. Потому что есть на всё момент. И всё так построено, чтобы вы потратили больше. Всё так построено. Если у тебя есть мудрость, если ты умеешь это планировать, всё можно сделать совершенно по-другому. И ты можешь смотреть на какого-то человека и говорить, ничего себе они живут. Но ты не знаешь, как они живут. До той поры, пока ты не войдёшь в его обстоятельства и не поймёшь. Если у кого-то есть дом на берегу моря, это не значит, что этот дом заработан чем-то, знаете, таким, ну просто коварным планом какого-то пастыря, что он именно стрижёт овец с утра до ночи и только и думает о том, как бы, знаете ли, чтобы вот наши люди именно его содержали и баловали, и кружили. Абсолютно неправда. Нужно вникать в разные ситуации, потому что в разных случаях бывает всё по-разному. Тем не менее, крайность нищеты — это не Божий подход, не Божий взгляд. Есть другая крайность. То, что верующие люди, она тоже прокачана в определённых кругах, всегда должны быть преуспевающими, всегда должны показывать Бога в Его величии. И я помню, смотрел интервью разных известных таких проповедников, которые так сидят там в дорогущей гостиной, ну, гостиной там, говорили примерно там, ну, вы поймите, я сын царя, я не могу позорить папу, поэтому я вынужден жить таким шикарным уровнем. Ну, как бы, всё серьёзно. Вот, и поэтому, да, у меня есть машина, это последний там, Лексус какой-то там. А что вы хотели? Ну, как бы, я же сын царя. Это вторая позиция. Или там, знаете, это изродни того же учения, когда пастырь, например, не может болеть. Слышали, да, что если пастырь болеет, то значит он грешит. И то же самое, что пастырь не может быть бедным. Крещение в пастыре, такая ересь существует. Когда нужно креститься в пастыре, это, ну, совершенно ересь просто. Да, крещение в пастыре есть такая. Я про вас и говорю. Нет, неважно. Не, я серьёзно говорю, это ересь. Я знаю, это серьёзная ересь, которая построена на манипуляции и похоти финансовой, нечистоплотности. И это, ну, осуждаемо Богом. Я абсолютно в этом уверен. Да, да, да. Есть своя, послушайте, для любой ереси есть своя логическая структура. Как её можно защитить? Иначе в неё не поверят. Любое мошенничество, ты же понимаешь, его нужно как-то обосновать. Что-то подвести как-то. Посему. Итак, мы читаем в Иисуса Нави на первой главе восьмом стихе. Определённая инструкция к процветанию, можно так сказать. Да не отходит книга сия, книга закона, сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять её. Что в ней написано? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы видите, что нужно, чтобы быть успешным в путях и поступать благоразумно? Да не отходит. Искать царство — это новый заветный принцип, который повторяет этот стих Писания. Здесь говорилось к Иисусу Навину, Ишуа в Нагорной проповеди, он говорит, ищите царство. Суть остаётся так же. Есть условия для процветания, это размышление над словом и выполнять всё то, что там написано. И вы знаете то, что мы говорили, что Бог использует разные обстоятельства, разные. И Иов, например, яркий тому пример, он был праведнее многих людей современности, и тем не менее он пережил тяжелейшие различные истории. Мы помним тех людей, которые ни они не согрешили, ни родители не согрешили, но почему-то родились с проблемами физическими. И Бог использовал это для своей славы. Мы не знаем, мы не знаем, мы смотрим на своего ребёнка и говорим, у меня растёт инвалид, например, да, но мы не знаем на самом деле, как Бог может его провернуть, как вот эту ситуацию, где он может использовать это там, где вы другими образами, ну вообще никогда не сможете это сделать. Вы можете говорить, я одинок, у меня нету никого, я такой, я сякой, моя жизнь сложилась ужасно, но ты не знаешь на самом деле до конца всего. И если у тебя есть внутри вот эта вера о том, что Господь не оставит, о том, что Господь держит меня за руку, Он направляет мой путь, всё будет по-другому. Послушайте, и это вопрос времени. Что тебе необходимо делать? Искать Его Царство, искать Его воли, исполнять её. Поэтому мы видим верующих людей, как богатыми, так и бедными. Мы видим, что Бог благословляет, однозначно благословляет верных, тех, кто распоряжается верно и по сердцу. Мы точно это видим во всех случаях. Как был благословён Иосиф, когда он был верен Господу, хотя, в общем-то, даже не было каких-то таких чётких законов, да, о том, что он не должен, например, жить с женой Патифара. Ну не было ж какой-то такой жёсткой прям заповеди, да, Синайского закона тогда не было. Ну было определённое познание Бога, но оно было тоже достаточно специфическим, неоформленным в какие-то письменные договора или что-то подобное. Но тем не менее была верность. Мы видим Иова, мы видим другие обстоятельства. Когда мы читаем в книге, в посланиях к евреям в 11 главе, мы читаем о героях веры, вы помните, да? И там описание этих героев. Мне всегда очень трогает это описание, потому что там список таких могучих супергероев, просто современные супермены даже рядом не стояли со всякими капризными другими героями Голливуда. И там описаны люди, которые, написано так, они побеждали войско, заходили ко львам, заграждали уста им, да. И там написано так, некоторые же были перепиливыми, были, скитались по пещерам и каким-то ущельям, я не помню детально, в милотях и козьих кожах. То есть они бомжевали, вот так если посмотреть реально. И там дальше написано «те, которых весь мир не был достоин». Вы только услышите это. «Те, которых весь мир не достоин». Они переживали такие тяжелые обстоятельства. И тем не менее Бог хвастается ими как героями. Бог смотрит на них и говорит «вот эти люди, они молодцы». Наравне с Соломоном, наравне с Давидом, которые были богатые люди. Но посмотрите на жизнь Давида. Не всегда он был богатый, не всегда у него все сразу получалось. У него были тяжелые времена, очень тяжелые, очень сложные. Но он был в тонусе, он двигался и было благословение. И тот же Соломон, несмотря на то, что его выбор в конце не был мудрым, но тем не менее Бог благословил его, как своего ребенка. И видим, как это влияло на еврейский народ, как люди были обращены в сторону Бога. Поэтому размышляйте, друзья. Поэтому мы с вами будем размышлять еще на этой неделе и на следующей неделе, потому что это всего лишь только начало. и мы дойдем, скажем так, до сути, до деталей. Деталей будет много. И я верю, что Господь даст нам благодать и разобраться, и не бояться, и погрузиться вместе с кошельком нашим в его присутствие, понимая, что все то, что он делает, оно во благо для нас. И в этом благословение. Аминь. Хорошо. На сегодня у нас... Субтитры создавал DimaTorzok